Такая полезная вещь, как велосипед, может и до травм довести, особенно на большой скорости и новых маршрутах. Так Ольга Клюзова, любитель горных велотуров, и оказалась на больничной койке. Этот тур был неудачным, по своей глупости, на большой скорости. Я не сманеврировала, 60-70 где-то была, Семенского, и вылетела. Вылетела очень серьезно, последствия могли быть более необратимыми. Врачи диагностировали у велосипедистки перелом височной кости, как следствие травму мозга, перелом ключицы, лопатки и ребер, а еще множественные ушибы. В медицине такие тяжелые травмы называют сочетанными. Сегодня всех пациентов края с ними принимают в больницы скорой медпомощи. Работает целая бригада от реаниматолога до узких специалистов. В БСМП ежегодно лечат до полутора тысяч человек, больше половины приходится на травмированных в ходе ДТП. Увеличивается количество автомобилей, соответственно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и количество пациентов. Возрастают скорости передвижения, улучшается качество дорожных покрытий или ухудшается. То есть это тоже влияет на, в том числе сезонность имеет значение. Сейчас мы ожидаем изменения характеристик поверхности дорог. Это тоже будет всплеск ДТП. Хотя свободных коек в отделении, а их всего 60, и так практически никогда не бывает, говорят врачи. К тому же в этом году по сравнению с прошлым на треть увеличилось и количество детей, пострадавших именно в ДТП. Это больше сотни человек за последние 8 месяцев. Если берем вот с начала сентября, у нас уже 12 ДТП. Буквально вчера у нас было ДТП наезд на двух девочек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. На выходных у нас было ДТП наезд на трех подростков, которые передвигались. В начале первого ночи на Попово, к сожалению, без сопровождения родителей, тоже попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травму. Поэтому ситуация у нас очень острая, ситуация у нас очень такая проблематичная. Большую угрозу несет в себе, на первый взгляд, совсем безобидный электросамокат. С различными ушибами и переломами в больницу скорой помощи стали обращаться не только сами самокатчики, но и те, кто попал под их колеса. А ведь о том, что нужно быть внимательнее на дорогах и не забывать о правилах дорожного движения, врачи напоминают неустанно. Анара Шегирова, Алексей Фризин. День с толком.